всем привет друзья на днях пришли мне вот такие 4 usb фонарика можно сказать к сожалению unboxing открытия по ссылочке мне снять не удалось так как моему приходу ребенок уже их открыл в принципе светит очень даже ярко так сейчас покажу без перебойничек возьмем этот power bank точнее включается с кнопки хотя может и автоматически включаться но вот от светодиода сам он не включается видать мощность маловато или что светит очень ярко очень достойно скажем так не ожидал такой яркости трех светодиодиков вполне как какой-то аварийный фонарь использовать очень даже хорошо допустим дома свет могут отключить взял power bank воткнул вообще планировал я использовать его как ночник взять зарядочку для телефона с юсбишным выходом воткнуть и все пусть светит энергии потребляет мало светит ярко очень прикольная штука очень мне понравилось ну я уже заказал еще один интересный ночник и поэтому пока я ими в принципе мало пользуюсь но уже несколько раз вот применял а в принципе главный герой нашей сегодня видеоролика вот это вот посылочка шла а я не помню сколько дней по моему 34 или 35 сегодня дня уже выходит заказывал на гербесте и это у нас велосипедная фара вот такая вот что-то тут по моему еще должно было быть нет нет одна фара значит следующий по ссылке будет еще что-то увидел на ю тубе если честно этот фонарик первый раз немножко сейчас перефокусируем получше чтобы было видно вот так пожалуй будет более точно и в принципе он мне понравился посмотрел пару обзоров фонарик вроде весьма прикольный решил все-таки заказать себе прислали почта азербайджана кстати гербест последнее время вот говорят отсылает почта азербайджана немножечко коробочка помялась какая-то она даже как будто приоткрытая но сами видим где-то пару раз его киданули фирма фонарька гасирон 400 люменов выдает а вот именно модель точно и не скажу что-то я не вижу как именно модель фонарика насчет он там помощь 400 так и называется юсби зарядка указано 24 часа видимо может светить только в каком режиме непонятно и 400 люменов и дает а вот друзья на самом фонарике есть модель v9c тире 400 ipx 3 влагозащита ну что давайте откроем посмотрим так здесь у нас сам фонарик кстати такой тяжеленький и чувствую еще коробочка там наверно али вот так достается все вместе достается здесь по идее должен быть проводок для зарядки и крепления точно вот она все это дело и какой-то еще вот вкладыш наверное это гарантийный талон как я думаю инструкция а вот гарантийник вот это видать какой-то сертификат фирменный с печатью который такая видимо а вот гарантийный талон у нас вот это вот здесь у нас и китайские и английские буковки какой-то штрих-код еще есть так ладно муклатуру убираю в сторону упаковку тоже убираю в сторону что давайте взглянем на сам фонарик все падает корпус выполнен из алюминия причем как я понимаю вот это вот нижнее крепление тоже алюминиевая здесь у нас кнопка включения а здесь usb разъемчик для зарядки резиночка входит упруга хорошо плотненько так интересно заряжен он или нет так попробуем включить наверно ух блин светануло в глаза как а хорошо а при этом синяя индикация кстати вот светится голубенькая точнее так нажимаем яркость уменьшилась нажимаем снова яркость уменьшилась теперь мигающий а я по глазам лупит если на него смотреть мама не горюй а и цикл повторяется самый яркий меньше второй режим 3 и мигающий 4 4 режима в общем у нас бог блин ослепила прикольно кстати в руке удобно им светить допустим гараж открыть что-то в гараже вечером поискать какой-то инструмент может быть сходить в темноте за насосом в гараже там не споткнуться не наступить ни в какой тазик так выключается соответственно удержанием все верно видео обратил внимание на интересное крепление но вот таким вот затяжным хомутом идет то есть крутим и вот этот хомутик поясок затягивается такой резьбовой скажем здесь и здесь две вот резиновые точнее силиконовые такие вставочки так получается получается сейчас как правильно его вставить так вот то есть получается если мы вот так крепим вот этот хомутик хвостик окажется в сторону водителя скажем так и возможно будет на руле мешать не знаю уж можно ли перевернуть крепление нет по моему нельзя как-то я думаю если бы он наружу смотрел более ловче и было хотя спереди так что там кто-то будет присматриваться к этому фонарю конечно когда ты едешь у тебя этот хомут торчит мне кажется немножко самому неприятно будет было бы когда так приятнее гораздо смотреть на это крепление но это не критично очень ребят меня почему-то привлек его дизайн во первых небольшие габариты и не знаю почему-то вот мне очень понравилось его такое вот необычное стекло скажем во первых она такое все матовая какой-то структуру имеют с какими-то насечками интересная такая вот стильная вставочка которая разделяет центральную часть которая выполнена в виде некой такой линзы который я думаю должна направлять пучок света и четыре таких вот плоских рассеивателя которые вот мне кажется перед велосипедом где-то по бокам должны давать такую равномерную засветку ровную в плане засветку возле колеса обочины и уже сама линза бьет вдаль смотрим что у нас впереди на дороге идет небольшие размеры алюминиевый корпус также вот интересное прикольное крепление такими ни разу еще не пользовался сейчас у меня используется простое такое крепление куда я вставляю обыкновенный фонарик но частенько мне этот фонарик где-то бывает нужен бывает его и забудешь дома а это уже именно будет целенаправленно используется на велосипеде а не тускаться туда-сюда так как прошлый раз однажды получилось что выехал я засветло фонарик я совершенно не предполагал собой брать но возвращался уже по темноте и пожалел что у меня нету именно вело фары которая была постоянно возле велосипеда а не так как фонари как я уже сказал туда-сюда таскаешь и где-то там в сумке он лежит это и совершенно не подумал его взять после был у меня уже вело фонарь вело фара какая-то не обязательно именно это имею ввиду именно стояла на велосипеде и не использовалась бы в каких-то там бытовых нуждах то я в принципе комфортно бы доехал на велосипеде домой по темноте и не ушел в кюре ну что вот такая вот в общем вело фарка прикольная на гербесте за небольшие деньги очень будем тестировать пробовать сожалению сейчас нет у меня возможности поставить ее сходить в гараж на велосипед и покататься во первых и прохладно что-то на улице устал я сегодня вообще никакого желания честно признаюсь после работы нет уйти в гараж и там чем-то заниматься хочется просто сейчас сесть на диване и вытянуть ноги и попить горячего чая в общем ребята всем спасибо за просмотр спасибо что были сейчас все со мной но я пойду после работы отдыхать и поиграю с фонариком в общем ладно всем пока удачи удачных вам покупок